Не плачь, как девчонка! Девчонка, не плачь! Веселись! Да вообще не нужно плакать! Миша, вечерний эфир на телерадиоканале Астронавтам начался! Здесь веселые мы и Майк Войс, Машнавт, чего ждать? Ну а чего? А нельзя от смеха плакать? Нельзя? Ну разве что от смеха? Вот, от смеха можно! Только от смеха! Или можно так сильно улыбнуться, что у вас слезы так и врызнут из лица! Да, друзья, мы начинаем свое вещание! Ура! Всем-всем привет! У меня с ним потрясающее настроение у тебя! У меня рибит в глазах, так тебе скажу! У меня пляжный лук сегодня! А вот так на пляже? Лето, потому что еще не закончилось, конечно! Поэтому я всем нашим зрителям и слушателям, потому что погода сегодня, знаешь ли, не самая солнечная! И это солнце я буду сегодня создавать в эфире! Ты же светишь в своей лысиной каждый день! А я что? Ты знаешь, я съел насольник полчаса назад! Я думал, может, он был не свеж! А нет, действительно... А тебя что-то это там замутило немножко? Рибит! Рибит в глазах! А, рибит, ну все, сиди со своими переживаниями, тихо! Друзья, каждый будний день к нам приходит в эфир, в вечерний эфир гостей, которые так или иначе связаны с юмором! Давай уже представлять их скорее, а то они там за дверью уже, наверное, думал, так, может быть, без нас решили провести! Сегодня у нас в гостях комедийный дуэт Фукс и мелкий, самые яркие участники комедии батла Александр Фукс и Павел Писпалов! Давайте их встречать! Ууу! Ребята, привет! А, подожди, а обнимание, целование? Давай, целование! Здесь обнимают, да! Здесь обнимают, там целуют, здесь обнимают! Как у вас настроение? Шикарное настроение! Рассказывайте, да, сразу, кто из вас есть кто? Я мелкий, да, но не просто мелкий, потому что я маленький, да, а потому что... Почему еще? Это связано с тем, что, когда я начал заниматься юмором, я был самый мелкий из тех ребят, которые меня учили, и они сказали, ну, ты будешь мелкий теперь. Ты в три года начал заниматься юмором? Ну, вообще, да, на самом деле. Серьезно? Но это случилось в КВН-овской карьере, когда я пришел в команду КВН, я там был самый молодой. А вот мне нравится его, вот это прыть! За три один вопроса, а он сразу всю свою жизнь решил рассказать, понимаешь? Я сейчас все расскажу и уйду, все нормально, все быстро. Так, окей, значит, Фукс, это ты. Да. Разобрались мелкие. Это мелкие, это Фукс. Фукс, это что-то выдуманное или это твоя реальная фамилия? А-а-а, да, это моя реальная фамилия. Просто фамилия. Просто Александр Фукс. Вот как есть четыре, да, четыре буквы. Не Фуксов, да. Ну, тебе повезло, слушай, это достаточно редкая фамилия, я тебе скажу. Ну, смотрю, где... И очень такая звучная. Ну, да. Не Фукс, как есть английского вот это, да? Не Фукс, да, никак. Серьезно, некоторые читают по-английски, там Фукс получается. Друзья, на самом деле, мы очень в большой обиде на вас, потому что, когда мы выбирали свои... Да, да, я для тебя тоже это открою. Интересно. Сейчас напрягись, потому что, когда мы выбирали свои сценические псевдонимы, мы, соответственно, выбирали между Машей Новой и Майк Войс и Фукс и Мелкий. Но вы заняли раньше нас, поэтому, да, должны были быть... А кто из вас должен был быть Фуксом? Ну, он, естественно, все вместе, и Фукс и Мелкий, да? Ну, как, сказали, ребята. Или ты Мелкий должен был быть? Да, я все-таки должен быть Мелкий, конечно. А Фукс? Ребят, ну, давайте всем раскроем тайну. Может быть, кто-то не слышал о вас и так далее. Вы участники памяти баттла. Вы занимаетесь не стендапом, вы занимаетесь, как это называется, миниатюрами, правильно? Миниатюрами, номера, да, можно так назвать. Номера, миниатюры, скетчи. Номера, миниатюры. Скетчи, да. Какие-то истории короткие, которые можно показать и... За три, две, пять минут. А вот вопрос, вы давно этим занимаетесь, вот именно в таком, в слаженном тандеме? Да, когда жизнь заставила вас все-таки двинуться в эту сторону? Откуда интереснее? Началось, началось, ну, как у всех, с КВН это все, а потом переросло в дуэт. А КВН тогда за какую команду вы играли? Мы учились на одном факультете еще в студенчестве и... Было 500 команд у нас, но скажи, что ты был в замечательной команде, которая играла в премьер-лиге. Да, но... Поквалились еще. А тебе есть чем поквалиться? Мне нет. Нет, здесь. Бесполезный, он просто тащит меня за собой. Ой, в какой команде, всем же интересно. Команда КВН Бумеранг из города Барнаул. Мы вообще из города Барнаул, это Алтайский край, и вот там мы играли... Ну, играли, играл... Сань, я тебя тоже... Да, 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 я... Но ты был частью, мы все писали тебе, как у нас проходят игры. Всем так говоришь, всем. И ты тихонечко там это завидовал и тоже хотел к ним присоединить. Да ничего не завидовал, они просто не взяли меня в команду и все. Все, негодяй. Друзья, еще больше тайн, интриг, расследований дальше в вечернем эфире на теле-радиоканале Страдаевым. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Сейчас прервемся ненадолго на музыку, послушаем, посмотрим. А дальше все так же здесь, четверо. Да, 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 расслабимся, а потом снова вернемся к смеху. Ребята пока подготовятся, да? Хорошо. Готовимся, ребят. Ну что, друзья, если бы я знал, что Маша сегодня будет в купальнике, если Маша сегодня будет вот с этой надписью Барби, да я бы пришел бы со своим кругом спасательным и спасся бы. Но сегодня меня от юмора уже ничего не спасет, потому что у нас сегодня в гостях Фукс и Мелкий. Да, и я уже тону от их, понимаешь, харизмы, обаяния. Тону, ребята, меня так и накрывает волной смеха. Хорошо, что мы пришли, да? Да, это прекрасно. Слушайте, а вот у меня такой вопрос. Вот вместе в тандеме всегда очень сложно, всегда есть лидер, мне кажется. Кто актив, ребят? А мы меняемся. А вот разносторонние парни. Зачем, зачем упираться? А сегодня в эфире кто у вас лидер? Давай. А, вот так вот? Миш, а мы почему не пользуемся такой техникой с тобой? Черт вас не работает. Человек лидер. Так, ну рассказывай, когда вы объединились? Объединились мы в студенчестве, когда играли за один факультет. В факультете журналистики мы учились. Кстати, на журналистике это прекрасно. Вакансии нет, но все. Как и в Барнауле. Можно расслабиться. Да, играли в двойной команде КВН и решили вдвоем. А у нас что-то вдвоем как-то на первой игре получилось номера показывать. Мы такие, а давай в дуэте что-нибудь делать еще. Ну и можно и выходить из рамок КВН и куда-то дальше. Вот так парни в гостинице Барнаула показывали постояльцам номера. После чего перебрались в Москву и вот они здесь. Ну нормально, хороший гонорар себе там, наверное, заработали, правильно? На него и приехали в Москву покорять. Нет, на юморе не заработать, поэтому вели свадьбу. Да, такая ситуация. И продолжайте, кстати, это делать. Талантливые ведущие, конкуренты твои. Видел вот эту замечательную картинку, где на фоне самолета вы вот, не могу так изобразить, когда задувают. Класс, говорит, Москва, что-то было такое, типа Москва на коленях. Да, потому что мы полетели в Москву, мы всем сообщили. Это сколько лет, кстати, назад было? Мы переехали. На пятмесяцах. Да, когда переехали. На пятмесяцах назад переехали. Это зимой получается, да? Я готовился к интервью. Я тоже видела эту картинку, просто забыл, что-то мне показалось там 2015 год. Ну, может быть, у меня что-то со зрением. Чуть-чуть, скоро полгода, вот, в августе будет полгода. Хоть кто-то заходит в нашу группу, да, я за это говорю. Слава Богу. Мы с Мишей сегодня, да, были двумя посетителями. Видели два лайка парка. Это от нас. Там в статистике скачок графика посещать. Ну, реально, почему перебрались из Барнаула в Москву? Как там вообще ситуация в Барнауле с юмором? Как там вообще ситуация в Барнауле? Нет, именно с юмором. Удовера сменили. Дороги чинят. С юмором там классно, но там не особо заработаешь, им, наверное, так сказать. Ну, да. А здесь, мне кажется, можно попробовать хотя бы это сделать. Пытаться написать какой-то сериал. Короче, все здесь, все в нашей замечательной, уже в нашей, сказал Москве. Да, в нашей, не резиновой Москве. Ну, и как вас приняла Москва? Сразу там все ок, все было на мази. Может быть, вас встретили какие-то друзья? Или прям реально все тяжело давалось? Вы там, не знаю, жили на вокзале три дня. Как все это было? Нет, на вокзале не жили, жили у друзей. Тут много друзей с разных вообще уголков, которые приехали сюда. Да, нас приютили наши земляки с Барнаулом. Мы две недели пожили у них, пока... Расти, они тоже занимаются юмором? Вы там все вместе ржали, нет? Нет, нет, нет. Они вообще из другой сферы? Может, поэтому и приютили. Чуть-чуть повеселее. Да, 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 кстати, да. Тут что-то скучно было как-то. Вот, потом нашли квартиру. Нас даже не обманули. Но подождите, вы же приехали сюда конкретно участвовать в проекте, в Comedy Battle. Или же заранее? Приезжали. Ну, да, мы участвовали еще, приезжая из Барнаула, но когда прошли во второй этап проекта, решили, а давай переедем в Москву и попробуем. Давай возьмем билет в один конец, сказали мы себе, а тут будь как будет. Ну, почему? Ну, потому что денег просто на два конца не было. В один конец кто-то поехал в багаже. Ребята, ну, а все-таки вот Виктора сейчас, вот вы приехали уже освоить, пять месяцев. Послушайте, уже можно приходить на телевидение, закидывать ноги на стол и уже диктоваться. Открывать ногой все двери уже можно. В аккуратне с ногами ты напротив лови и в юбке. Друзья, а какие теперь векторы вы видите, пересовываете? То есть что вы теперь хотите? Можно же и это, и это. Это же не Барнаул, здесь рынок. Ого-го. Да, это вот глаза вот так вот расползаются, конечно, но останемся в векторе юмора. Векторе юмора, просто вываливаемся из скорлупы Барнаула пока и понимаем, что очень много возможностей. Ребят, как это у нас в юморе, говорят, в реальном секторе, то есть стендап, концерты, либо будете писать вайны, канал, либо будем вести свадьбу. Что будем делать, парни? Короче, как деньги зарабатываем? Будем пробовать. Скетчи. Раз. Скетчи делать. Мы хотим очень делать скетчи. Попробуем. Скетчи на телеке, скетчи в интернете, где скетчи? Вот мы думали, начать можно с Иннеда. Конечно. Чтобы это было не вайны в их типичном представлении, типа 15 людей, которых можно встретить на вечеринке. Да, да, да. Что-то, что-то более такое художественное. Ага, круто, хорошо. Кинополото. Хорошо. Знаменитые инстаграмные. Вы уже начали это делать или пока только через мышление? Мы в стадии написания. Это потом, да, пока и обдумывали. Главное, не застряньте в этой стадии. Здесь, в Москве, знаете ли, можно застрять. Сказал он хорошо. Вот здесь, говорит, в Москве, не то, что у меня в Брятске. Я на все знаю. А я уже 6 лет здесь. Я долго застревала на этой стадии. Выбираюсь потихонечку, ребята. Вот вам, собственно, желаю того же. Ну да, но мы 5 месяцев еще пока не застряли. Уже попробовали там смежные... Ну круто, молодцы. Главное пробовать. Не важно, хорошо, плохо, главное делать. Так, чего еще после этого? Развились в интернете, стали популярными блогерами. Мы хотим научиться писать, я думаю, сериалы какие-то. Вот, но это следующая стадия. То есть все-таки на телек вы туда, я думаю, целитесь. На самом деле, когда пишешь, ты уже понимаешь, подходит это под телевизионный формат или под интернет-формат. Вот мы пока пишем и не можем определиться, что у нас выходит. И вот мы и на радио, друзья. Вот мы и на радио, да. А, кстати, телерадио-сериал первый, возможно, будет в истории. Первыми телерадио-героями, заметь, главный миф. То есть вакансия... Друзья, я предлагаю сейчас, да, обсудить эти, да, всевозможные вакансии. Обсудим сейчас идею, значит, героев, какие у нас амплуа-образы. И после музыкальной паузы сразу же вернемся и все выдадим нашим зрителям. Ребята, никуда не отключайтесь, не переключайтесь, мы с вами и будем продолжать. А наш заплыв в купальниках, дорогие друзья, продолжается. Что-то вот прицепился к моему купальнику, я не понимаю. Без шапочки, так сказать, в антисанитарных условиях ведет эту телерадиопередачу Маша, новая Маша. И Майк Войс. Веди нас. Да, друзья, спасибо. Слушайте, ну вот да, не оставляет без внимания мой купальник. Да я готовую просто. Я теперь чаще буду приходить в купальники, чтобы столько комплиментов получили. Наконец-то. Так, сегодня у нас в гостях два замечательных миниатюрщика. Можно вас так называть? Можно. Миниатюрные снижения. Нет, миниатюрщика, но вы же занимаетесь миниатюрами как раз. Это комедийный дуэт Фукс и Мелкие. Друзья, у нас есть такая традиция. После 30 минут мы всегда с гостями играем. Твой подарок там в гримерке. Играем. Скажите, вы когда вот сочиняете какие-то миниатюры, придумываете там всякие скетчи, вайны и так далее, когда, в общем, занимаетесь эпистолярным жанром, вы используете какие-нибудь упражнения на разгоны, на развитие креатива? Да, честно говоря, просто начинаешь перебирать в голове все подряд, что с тобой происходило, не происходило, что ты видел и как-то тебе приходится. Ты цепляешься за какую-то ситуацию и начинаешь... Ну, за что-то, зацепка какая-то... Можно даже снова зацепить какую-то. Вот, вот это самое главное. Ты прям идеально сейчас подвелся к моему конкурсу. Я хочу тебя спросить, а ты просто хочешь вчерашний конкурс, который нам рассказали, повторить? Нет, другой, другой. Я, кстати, сегодня в этих интернетах вычитал очень прикольную историю. Сейчас мы попробуем ее воплотить в жизнь. Держи. Ну, хотите поменять? Не знаю, даю вам книги. Смотрите. Да, для этого упражнения нужны любые книги, как пишут, значит, там в описании. Итак, мы сейчас открываем их в любое место, вот так, пальцем уткнулись, и то слово, которое вам выпало, называйте нам. Давайте, поехали. Это первая часть. Давай, я первый. Любое, да, любое одно слово. Не выбирай. Не выбирай. Слышу. Слышу, и ты теперь давай. А, теперь я. Да. Слышу. Слышу. Тебе. Слышу тебе. Песни Стаса Михайловна, по-моему. Ну, не тебя. Слышу тебе. И теперь мы должны твое слово и твое слово, ну, как бы, описать, объединить и придумать какую-то такую маленькую историю, чем они могут быть похожи между собой. Вот эти два слова. Именно похожи. Чем похожи слово «слышу» и тебе. Слышу и тебе, да. Вот на ваш взгляд. Чем они могут быть похожи? Ну, вот я тебе говорю, а я слышу тебя. А я слышу тебе. Ну, все. Все, это финал. Ну, объединили. Или дальше произведем. Ну, лучше дальше, конечно. Пролог, эпиграф. Там какие-то завязки. Суббитные главы. Кульминации. Ну, здесь написано, чем интереснее и более такая сумасшедшая история получится, тем, собственно, и круче. А, надо прямо вокруг этих слов? Вот вокруг этих слов, да, какие у них могут быть... Так, подожди, я просто сейчас, видимо, с условиями конкурса пока не определился. Я пока только... Нет, надо найти... Нет, вот тут так написано. Нечто общее между этими двумя странными словами. Вы можете их сравнивать, можете их сопоставлять, можете наоборот как-то их раздвигать по смыслу. Давай другие слова, просто слово «тебе» очень странное. Давай другое какое-нибудь, ну, может быть, да. Слышу и... Слышу, да. И, может, какой-нибудь глагол. Да? Орангутанга. О, вот, вот это круто, кстати, это прикольно. Слышу орангутанга. Ты что, значит, как-то в зоопарк, да? Это... А я это слышу. Это слон. Это слон. Это слон. Подожди, но надо... Так, что-то похожее между ними. Что-то похожее вычленить между ними. Чем может быть слово «слышу» похоже на слово «орангутанг»? По смыслу, естественно, по смыслу. Такая шутка. Хочешь, я тебя когда слышу, мне кажется, что орангутанг... А, кстати, это прикольно. А я как-то видел орангутанга, а он такой... Саня, Саня, это вот... А это я. Это ты. И ты его услышал. Не знаю, как это связано, но... Давайте мы тоже попробуем. А вот третьей книжки нет, я хочу... Нет, давай по этим же. Ну, какая раз и какие книжки? У меня вот учись побеждать. Вот, это я себе возьму. А, на самом деле какие-то были. В темном лесу. Может, мы сейчас тут посмотрим профессионалы. Просто мы это никогда не пробовали, ну, реально, это задание... Мы это никогда не пробовали. Но это задание на развитие креатива. Давай, Михаил, пальцем какое-нибудь слово. Инстинктивным. Нет, у тебя слово детективным. Инстинктивным. Ты даже выговорить не можешь. И избегаешь. Так, а что значит... Избегаешь. Да, что между ними может быть общего? Смотри, там есть первое и первое, так, правильно, да? Избегаешь инстинктивным. Избегаешь инспективным. Во-первых, в нашей телерадиопередаче не используются такие слова. Это сразу понятно. Избегаешь инстинктивным. Что еще? Вторая согласная, кстати, да? Еще, избегаешь инстинктивно. Это ты меня постоянно избегаешь инстинктивно, кстати. Ну, может быть, да. Во время, соответственно, доклада новостей в следующем часе. Что еще? Инстинктивное избегание. А можно я тоже включить? Можно, но не сейчас. Избегать можно. А что мы... А сбегать? Ты бы тоже сбегала. Это очень близко к избеганию. И это было бы инстинктивно для тебя, понимаешь? Ну, Миш, подожди. Давай. Бегать – это же инстинкт наш природный, правильно? Да, да. Вот бегать и сбегать – это инстинктивно. Убегать. Да, соответственно, что-то случилось. Да, убегать – это правильно. Ну, мне кажется, да. Очень сложно. Мы разогнали. Да, давай еще есть. Не, давай теперь ребята. Они же у нас гости. А поменяйтесь. А может, пара на пару, а? А может... Да, это интереснее. Давай. Так, теперь мы с тобой. Давай. Окей. Кого? Кто с кем? Ты отдыхаешь. Мы с мелким. Вы отдыхаете. Вы нам помогаете. Надо продышаться. У меня слово «ученик». У тебя ученик, а у меня угол. Угол ученик. Угол ученик. Ученика ставят в угол, потому что он плохо выполняет свои задания. А я тебе скажу, что ученик, он всегда учится, а, соответственно, он не идеальный, он не мастер. Значит, он угловатый немножечко. Ну, такой туповатый угловатый. А может быть ученик, который изучает углы у профессора. Профессор ему говорит, вот углы бывают такие. В театрическом факультете, правильно? Нет. Ну, может быть, да. Слушай, а ученика очень необычный, нестандартный угол зрения может быть, правильно? Вот у мастера так, а ученик под другим углом посмотрел. А углы могут обучать другие углы? А я думаю, что да. Угловатый профессор угловатого ученика. Может быть. Мне тоже может быть. Слушай, это интересно. Ну, и первая буква «У». Ну, это прикольно, да, это прикольно. Фух, здоровой. Сейчас мы их, сейчас мы их, да? Давайте, давайте, да, вы. Ну, он выбирает, он выбирает. Я буду ягодить. Я не смотрю, я не смотрю. Тумбочка. Ребят, я тикнул просто в доску. Тумбочка и шахматы. Шахматы, шахматы. Шахматы это будет? Тумбочка. Да, тумбочка и шахматы. Очень быстро. А шахматы где играют? На тумбочке, правильно? Почему? Потому что жена одевается, чем-то надо заняться, правильно? Соответственно, ждешь ее три часа. А на тумбочке шахматы сидишь в коридоре, быстренько хоп-хоп, ходишь ходы, правильно? Правильно? Что еще может быть? Мы с тобой, когда собираемся, денег нет, у тебя карты нет, у меня налички нет, на что играем? На тумбочку. Тумбочку надо выбросить. Тебе жена сказала, выброси тумбочку. Ты говоришь, что я дурак выбрасываю? Тумбочку, у меня есть мишаня, мы сыграем в шахматы. Может, он ее самый бесплатный заберет, дурак. Я хочу его с фуксом услышать. А из шахматы хранятся где у нас? В тумбочке рядышком. Мы сейчас с сканбордами. Неверно, и так, у меня большие шахматы, я вставляю складную тумбочку туда, закрываю доску, ставлю сверху фигуры, ферзь, ход. А вам не кажется, что шахматы тоже похожи на тумбочку? Дорогие друзья, потому что нам пора уже, наверное, углубиться, мы пока поиграем в шахматы. На тумбочки вы посмотрите музыку, я не замолчу, я сейчас не дадут клип, поэтому клип лучше дать, иначе просто это будет продолжаться, потом мы вынесем тумбочку, будем играть в шахматы, расставим фигуры. Жалко, что у нас нет сегодня тумбочки. По шахматной доске, это абсолютно не важно, в каком порядке это делать, главное это делать. Уходим! Ребята, скажите, пожалуйста, есть ли у вас транспортное средство, чем вы пользуетесь? Ногами, ножки. Отлично, ребята, на обе коленки берете у нас вот эту наклейку страна 89,9, обязательно лепите на свое транспортное средство, потому что по условиям акции мы до 31 августа, в августе же 31 день, разыгрываем что? Поездку на двоих в Грецию, а там ботис Холида, и конечно же смартфоны, смартфоны, очень много смартфонов, вы сможете каждой коленкой звонить. Поэтому на чем бы вы не перемещались, на яхте, на самолете, на воздушном шаре, на коленях вот этих людей, пожалуйста. Смотрите у нас на сайте подробности, где можно взять эту наклейку, клейте, вот прям заходите в плацкар, хлоп на проводника и поехали. Самое главное, фотку нам на сайт тоже нужно прислать, у меня все, ребятушки, дарю, дарю. Все, наклеивайте, ребята, маленькие, можно уже себе на грудь приклеить или не знаю куда. А я хочу напомнить всем нашим зрителям и слушателям, может быть кто-то только что вот где-то листал, листал и подключился к телерадиоканалу «Страна АПМ». Сегодня у нас в гостях комедийный дуэт «Фукс и мелкий». Кстати, ребята, в одном из интервью, кстати, после, по-моему, камеди батла вы говорили, что мы деньги, выигрыш потратим на то, чтобы сделать здесь такую точку именно для миниатюрщиков. Да, чтобы мы у себя в Барнауле или где-то по регионам сделали, потому что, ну, в Москве, в принципе, сейчас появились места, где можно выступать. Нет, я знаю, что у людей, которые занимаются стендапом, очень много таких мест сейчас. У них да, у них открытые микрофоны есть в каждом. А вот про ваш жанр я, честно говоря, не слышала ни одного места. Ну, вот посвятите, если есть такие местечки, то мы обязательно... А в этом-то и прикол, что их нету. А вы выиграли деньги, да? Нет, мы не выиграли деньги, поэтому и не откроем ничего. И не открыли. А вообще, то есть, когда-то выиграете же, правильно? Ну, когда-нибудь, да, я надеюсь, когда-нибудь у нас деньги появятся. Когда-нибудь эти центры откроются, дорогие друзья. Нет, ну подождите, сезон продолжается. Вы еще в сезоне, правильно? Нет, сезон закончился. Сезон закончился. Мы не только слышали, что полуфинала. Вы дошли куда? До полуфинала. До полуфинала. В полуфинале мы вылетели. В финал мы не смогли пройти уже, к сожалению. Ну, это тоже очень хороший результат. Но сейчас анонсировали, что будет следующий сезон. Поэтому скоро будут кайфинги. Или вы сначала, вот прям с нуля, опять через все отборы пойдете? Конечно. О, правда. Как и всегда, как и все. Как в «Сборной России», ребят. Я вот как будто Дзюву слушаю. Мы просто дополняем. Нет. Но эти же ребята доказали, и мы постараемся доказать. Это знаешь, это как в «Марио». Ты шел-шел, зарабатывал монетки, зарабатывал, а потом раз, упал один раз. Тебя сожрал этот цветок. И все надо сначала проходить. Надо, чтобы я с ней сожрал цветок. А на каких книгах росли вы, дорогие друзья? А ты, можно подумать, в «Марио» никогда не играл. Нет, у меня был компьютер. Спасибо, Мария, продолжай, пожалуйста. Какой-то неправильный в мире жил. Интервью. Они запутали меня. «Марио» — это же игра была. «Марио» — это игра. А компьютер — это компьютер. Про водопроводок итальянского. Это на телеке игра. Как она там, «Сега» или не «Сега» называлась? «Сега». Играли в «Денди»? Не на «Денди». А, «Денди». Ну, конечно, все. Все, теперь сошлось. Мы потом решим. Ребята, какие сейчас планы? Сейчас тот самый выход, когда можно что-то проанонсировать, что-то прорекламировать. Если у вас готовится, не знаю, какое-нибудь выступление где-то, то не скрывайте от нас этот факт, пожалуйста. А давайте планируем себе такую штуку. Мини-рекламу? Типа подписывайтесь на наш инстаграм. Да, на ваш аккаунт. Там будет очень много интересного. Да, подписывайтесь на наши инстаграм-аккаунты. Как называются ваши инстаграм-аккаунты? Мелкий Борнео. Потому что Борнео где-то в сердечке. Я там провел свое детство. Я запомнил его навсегда в инстаграм-аккаунте и внес. Так, и? А у меня Джага Фукс. О, ну круто. Джага, Джага. Джага, Рага и прочее. Здесь очень важно, ребят, чтобы не заигрывать без всяких точек, нижних подчеркиваний, модных всяких. Абсолютно. Мелкий Борнео. Просто одно слово «Джага Фукс». Но на самом деле вы вот сегодня у нас в прямом эфире признали, что вы совсем скоро будете заниматься не войнами, правильно, я понимаю, а именно скетчами, такими хорошими, добротными для интернета. Мы обязательно в скором времени, да, я думаю, это ближе к осени. Мы уже допишем, соберемся с мыслями, какой концепции это все будет. И обязательно туда бомбанем. Хорошо, тогда мне, пожалуйста, расскажите. Плюс осенью еще будет замечательный файт-клаб-комеди начнется. Ох ты, что это такое? Это проект от Comedy Club Production. А уже можно рассказывать, да? Я думаю, можно, уже прошло пару сезонов. Ну да, но он пока не в телевизоре. Он не телевизионный, он как раз для миниатюрщиков, где им можно приходить, выступать, обкатывать материал и забирать деньги какие-то, если... Практически каждую неделю проходили вечеринки, сейчас приостановился сезон, но, наверное, новый стартанет с осенью. Слушайте, это круто. Скажите, а вы сами-то на кого-то ориентируетесь? Не знаю, может быть, у нас в России есть классные миниатюрщики, которых вот ставите для себя в пример. Может быть, на каких-то западных артистов. Для меня всегда из российских, вот именно номера, которые показывали ребята, может быть, знаете, дуэт «Быдло» был такой прекрасный. Сейчас они выступают в Comedy. О, я рос на нем. Все росли на нем. Они сейчас в Comedy-трио выступают, питерское трио. Смирнов Иванов Собор. А, конечно! Они раньше были в убойной лиге дуэтом. Да, убойная лига. Дуэт «Быдло». Да, да. Ну, они просто еще не были у нас в гостях, мы еще не успели, собственно, и всю их жизнь узнать. Ой, будут обязательно позовите. Будут обязательно позовите. Будут обязательно позовите. Они, конечно, посмотрите. Уже ведутся переговоры. Ребята, у нас есть традиции, которые мы не можем нарушать. Да, после «Быдло» обычно по традиции мы переходим к нашему лиц-опросу. Готовы? Окей, быстро не задумываясь. Отлично. Отличаем каждый репочерь. Давайте вместе. О, Орел, перебиваем. Вот, давай, все, это я люблю. Для меня самое важное в жизни. А, жена. Говори. Девочка моя. Идти по жизни с юмором это. Ну, идти по жизни. Кайфовать. Если бы сейчас был 1018 год, что бы вы делали? Да, он крутил усы себе. Я тоже. А 3018? Крутил усы, мега футуристические. Люблю усы. Когда я буду таким же креативным, умным, но старым, я скажу своим праправнукам? Пацаны, идите и запьем мне. А так, а ты? Не повторяйся. Пацаны, мне тоже захватите. Я не знаю, он уже навел меня найти. Если бы не юмор, я бы сейчас. Сидел дома. И плакал. О, друзья, спасибо огромное. Сегодня были фуксы мелкие. Смотрите их по телеку. Ищите их в интернете. И ваш новый Майклой. В следующем часе увидимся. Вам спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok